Резьбы по дереву, как и резьбы по камню, как производство из росов с тем, что в строительстве нашего монастыря участвовали белорусские мастера. Дело в том, что когда решался вопрос о предании монастыря от веса, статуса, нужны были опытные монахи и нужны уже люди опытные в качестве православия, нужны были старцы, духовные отцы, и, конечно, за счет других монастырей эту проблему решать было невозможно. И Никон справился с ней только потому, что с достав русской земли вошли белорусские земли, и многие православные монастыри бесвели, поэтому не было нареканий, когда подошли закрывают Кутейнское братство, и 26 белорусских старцев, проверенные в борьбе с униатами, со своим опытом, уставом, библиотекой уникальной православной библиотекой перебираются на Валдай. Но белорусское монашество – это более значимое понятие, это центры братства. Именно объединялись вокруг него мещане Копоса, Местиславля и Орши, так сохраняли православие на территории, оккупированной Польшей. И поэтому, вслед за своими святыми отцами, на Валдай переезжают жители Копоса, Местиславля и Орши, это было большое переселение. Вот тогда в Валдае начинается производство и черепицы, и изразцов, и не только самое главное – кирпича, что необходимо было для каменного строительства. Вот тогда появились у нас такие ремесла, как резьба по камню и резьба по дереву. И мы с вами видим единственный образец этой резьбы как раз здесь, на входных дверях в собор. Ну а теперь сам храм. Подходите поближе. Здесь акустика очень хорошая, поэтому говорить громко не будем. Ну что, собор большой по своим размерам, поэтому в традициях имеет опоры в виде шести столбов, делящие пространство на три части. Изначально Иверская находилась в иконостасе, а позднее, уже после пожара, ей определили центральное место с правой стороны, где она сейчас и пребывает. Здесь вот с левой стороны, с правой стороны, на центральном столбе вы видите образ Иверской иконы Божией Матери. В северной части хранилась рака с мощами Якова Боровического, которые в настоящее время утрачены. Дело в том, что этот удивительный новгородский святой не имеет жития. О нем ничего не известно, кроме имени. Он сам сказал, как его назвали, и несколько необычных было появление его останков. Дело в том, что в 80 километрах на восток протекает одна из крупнейших рек в Новгородчином Ста. Здесь на возвышенности она порожистая, крутая река, горная река, поэтому неуправляемая весной. Но именно во вторник, на пасхальной неделе, в XIV веке, когда все шумом неслось вниз, льдина, на которой находилась колода с умершим, пошла вверх по порогам и в районе селения Боровичи пристала к берегу. Но жители не захотели брать на свою душу умершего. Льдину сплавляли вниз, а она трижды возвращалась. Ее не перевернуло. И она, в конце концов, не растаяла. Трижды со своим грузом она возвращалась на одно и то же место. Тогда догадались, что это знак, и колоду надо снять. И в эту же ночь он пришел с четырем старейшим и сказал только одно. «За что вы меня гоните, христиане? Я такой же, как вы, и зовут меня Яков». Больше о нем ничего не известно. Но, тем не менее, усовестивших похоронили по-христиански на берегу Мсты, а стали замечать, что он приходит ночей болящим, дает исцеление, успокаивает боли. И к его могилкам потянулся народ. Через сто лет захоронение вскрыли. И пристали неблагоухающие нетленные останки юноши. И вот так в 1545 году без жития его причислили к собору новгородских святых. Вспомните изображение надратное. Обнаженный юноша на бедренной паневязке. И никаких представлений о происхождении, о роде земных занятиях и о каких-то подвигах. Это еще раз говорит о том, что мы не все можем видеть. Не всему мы можем дать оценку. Это не в наших правилах. Поэтому, когда в 1654 году, когда уже началось строительство нашего монастыря, его мощи были привезены в серебряный раков в Валдай. И до 1927 года они находились вот в этой северной части, где сейчас канон, где поминают усопших распятия. А по стенам были изображения его послепосмертных явлений. Сейчас практически утрачены, поэтому это современная уже новопись. Ну и, конечно, когда комиссия приехала в монастырь, то, естественно, захоронение вскрыли в 1927 году. И решили, что нет оснований хранить мощи ничем не выдающего человека, что это все надумано. Поэтому в лучшем случае стояк, это мощи преданы земле. В худшем утрачены. Но частичка его мощей находится вот там, в южной части, в нижней, где находится современный мощевик. Там, с левой стороны, можно поклониться частичкам мощей святых Киево-Печерской лавры, что очень промыслительно. Именно с этого монастыря начиналась история русского монашества. А с правой стороны это общепринятые святыни. Начиная от частички древа честного животоряющего креста Господия, частичка мощей апостола Андрея, Марии Магдалины, Сергия Радонежского, Терафима Саровского, Пантелеймона-целителя, Новгородских святых, в том числе и Якова Боровического. А ещё о нём напоминает вот там иконка, лежащая на налое, что это здесь располагались когда-то мощи этого святого. Ну а сам храм. А сам храм, видите, огромное количество дневного света, великолепная акустика, очень большая слия говорит о том, что богослужение в храме идёт очень торжественно и всегда запоминающее. Поэтому люди уходят от своих проблем, для чего мы отправляемся сейчас на богомоле в уединение тишину, чтобы уйти от повседневных забот, набраться духовных сил и опять вернуться в этот мир. Но есть люди, которые уходят навсегда в монастыре, посвящая себя Богу, когда хотелось бы всё утрачено. Ну а дальше мы давайте посмотрим, что же представляют собой росписи. Поскольку икону расположили с правой стороны, то вся южная стена – это как раз земной путь Богородицы. Он лучше всего сохранился с 1836 года. И главные события второго яруса – это афонская история, и события вторника на пасхальной неделе, где Гавриил идёт по водам, чтобы взять икону. Ну а дальше это и посещение Кипра, и моление на Илеон, и благовещение, то есть сюжеты из земного пути Божией Матери. В северной части – это, по сути дела, сцена Нового Завета. Беседы по Иисусу Христа с Никодимом ночью. С левой стороны дальше – это Христос и дети. С правой стороны – это, по сути дела, рассуждение или спор, или беседа 12-летнего спасителя с книжниками и фарисеями в храме. Больший суд блудницы, беседы с Марфой и Марией. То есть, по сути дела, это сцена Нового Завета. Во многом они назидательно говорящие. Но есть и сюжеты, свойственные только этому храму и связанные с жизнью нашего монастыря. И в первую очередь сюжет, который очень трудно восстанавливали, но сохранили. Это с левой стороны мы видим событие 1656 года, когда патриарх Никон, братья и народ встречают святую икону у стен обители. А с правой стороны уже новопись. Уже мы видим патриарха Алексея II и народ и братья, которые встречают икону, возвращающуюся из Валдая. Эту икону мы с вами видим сейчас как раз в этом богатом украшенном киоте. Что же, какая же икона вернулась? Если Никоновской порой икону увезли, и она считается утраченной в настоящее время, по крайней мере для нас, то вот та икона, которая появилась в результате крестных отов, написанной в монастыре, она-то и сохранилась. Сохранилась потому, что, в общем-то, на нее вообще не обратили внимания. Она должна быть утрачена совсем у братствах и уже собора и монастыря. Но богочестивый валдайский лед зимой на саночках увозил не только богослужебные книги, увезли на саночках эту святую икону. А когда после двух лет закрытия открылся храм в 1943 году Петра и Павла в Валдае, икону передали туда. И там она пребывала до 1992 года. Ну а дальше она была передана в монастырь, была в разных храмах. В свой же храм она вернулась только в 2006 году, когда здесь уже были теплые полы, то есть решена проблема с отоплением. Был уже новый современный иконостас. Это изделие московских мастеров начала XXI века. Она вернулась на свое место, одетая в великолепный серебряный оклад. Это настоящее произведение современного церковного искусства. Поскольку это патриарши мастерские Урала, работали братья, семья Толкачевых, поэтому убранство, и это связано и с уральскими самоцветами, и с жемчугом, великолепный растительный орнамент. Но есть одно но. Если весь оклад из серебра, то одежда бога младенца и венцы, все-таки богомая, это выполненное из золота. Это то золото, которое наши современники принесли в благодарность этому образу. Ну, как и раньше, теперь за ту помощь, которую люди получают по молитве Божией Матери, они передают либо деньги в благодарность, либо, в общем-то, золотые ювелирные украшения передают. Часть из них оставлена. Потому что, в принципе, если оставить все, то образа уже будет не видно. Вот столько благодарностей получено уже от наших современников. Ну, о чем молятся перед образом иврской иконы Божией Матери? А в первую очередь, как поется в тропаре, и душу мою помилую благаю, и тело исцели благодатью свою причистую. А дальше можно молиться обо всем. И о здоровье, и о урожае, и о семье, о безопасности дорог, о предпринимательстве. То есть у каждого будет своя молитва перед этим образом. Ну, а остальное, видите, это единственная икона. А так это иконография стен, потому что при таких размерах она более целесообразна. Это настоящий пантеон, почти 100 фигур. Поэтому и в откосах окон, и в барабанах, и на столбах мы видим святых и преподобных, и византийских, и московских, новгородских. Чьи-то имена подзабыты, чьи-то имена появлялись только при ремонте, при ремонте, образы при ремонте, реставрационных работах. Поэтому здесь по первому ряду можно увидеть изображение Ксении Петербургской, канонизированную в 1988 году. Это на столбе вот с той стороны, вот на этом. Мы увидим изображение святителя Тихона, патриарха московского. Появились изображения наших земляков. Это новгородского святого 16 века Некандра Городнезерского, и более известно Тихона Задонского, епископа Воронежского. То есть эти работы уже проведены были нашими современными специалистами-реставраторами. Ведь сохранить удалось только 40% росписи, а на 60% это новая пись. Ну и, конечно, сейчас в галерее представлена целая серия современных икон, в специальных киотах выполнены. Но самое главное, когда мы входили в собор, обратите внимание, с левой стороны это было изображение всей царицы, образ Божьей Матери, а с правой стороны пантекратор, спаситель, у ног которого патриарх Никон и московский митрополит Филипп молятся на верное процветание нашей обители. И вот поэтому изображение патриарха Никона есть и в соборе. Он не канонизирован в русско-православной церкви, к нему отношения неоднозначные, но как реформатор и основатель монастыря он занял свое достойное место. Поднимаем глаза, и сразу над Иверской мы видим основателя нашего монастыря, патриарха Никона.